Это был лучший год, наверное, у меня здесь. Здесь не было путешествий, да, но были одни горы. Я знаю, что ты плохо относишься к алкоголю в горах. В горах особенно я плохо отношусь к алкоголю, особенно летом. Не рекомендую брать сало, не рекомендую брать, как черногорцы, печеницу, пуршут. Что носишь из еды ты? Я с собой ничего не ношу. Как ничего? Да, в горах водятся медведи, все об этом знают. Нет, не все. Я провела опрос, 65% моих подписчиков в Инстаграме не знали об этом. Действительно, в Черногории спасатели работают бесплатно, это на законодательном уровне еще не отрегулировано. Погибают люди и будут погибать. Черногория популярна у наших туристов только благодаря морю и пляжам. Но эта страна в своем корне имеет слово горы. Черногория. Через несколько лет я, как и большинство здесь эмигрантов, начинаем влюбляться в горы, искать тропы, маршруты, ходить, кайфовать от природы. Но остается масса открытых вопросов. Как ходить правильно? Как готовиться к этим походам? И хочу вас познакомить сегодня с Александром, большим фанатом и знатоков горных восхождений. Саша, привет! Привет, Саша! С Александром мы поговорим сегодня о горах, о безопасности, о том, как он готовится к походам. Ну и даст, наверное, нам массу рекомендаций. Я давно за ним слежу, за его Инстаграмом. Ссылочки оставлю обязательно в описании. Ну что ж, поехали! Как Тойоте в Инстаграме увидела твои достижения за год? Мне кажется, это было еще в прошлом году. Ты покорил какое-то... Слово «покорил» неправильно, да? Взял, покорил, да. Взял то ли 55 вершин. Я правильно помню эту цифру? Это был ковидный год, когда границы были закрыты, да. Каждые выходные это были горы. Мы тоже вспоминаем 20-й год как лучший в нашей жизни. 55? 55, да. Вот я правильно помню. Представляете, женская память? 55 новых вершин, там 32-35 восхождений было разных. Это не считая, плюс повторяющихся много было. Ого. Саш, я знаю, что ты родом из украинских степей, как и я. Расскажи мне, как тебя занесло в горы? В горы меня занесло очень интересно. Сначала я не сильно понимал, родившись в Кировоградской области, а потом учившись и живя в Днепропетровской области, почему же людей так тянет в горы, что же там такого, почему их так затягивает. Я их не понимал. Я тренировался, занимался бадминтоном долгое время, в четырех стенах в спортивном зале, и не сильно понимал моих партнеров, которые иногда уезжают в горы, и почему-то потом пропадают с тренировок. Ну, спустя время я подписал контракт на работу в Черногории, переехал сюда. А какой это год был? Это был 2014 год. Переехал сюда заниматься исследованиями по переработке экологически опасных отходов красного шлама, хостового обогащения свинцово-цинковой руды и прочие разные фигни. Но подожди, это город Подгорица, где ты живешь и работаешь. Город абсолютно плоский. Да. Как ты додумался подняться первый раз на горы? В горы вернись. Я обратил внимание на то, что есть туристические клубы, горные клубы Черногории, такие как ПСК Монтенегра Гайд, такие как ПСК Комови, и они предлагают интересные однодневные походы с очень-очень красивыми видами. Хорошо, прошло какое-то время, ты походил с горным клубом, а потом ты как-то от них отсоединился и стал ходить самостоятельно. Почему это произошло? Как? С клубами берешь какие-то основные вершины, ты узнаешь саму Черногорию, узнаешь отправные точки, учишься сам водить, понимаешь, что такое навигация, получаешь информацию, откуда брать карты и составляешь свой план, который уже с точки зрения сложности выше, чем могут дать тебе Черногорские клубы. В общем, тебя любопытство победило, да? Но подожди, ты же понимал, что будет тяжело, спиноноги будут болеть, там еще 50 людей с тобой в походе. Тебя это уже не раздражала мысль? Нет, я смотрел на бабушек 60-70 лет, которые ходят с этими клубами и людей с разной физической готовности. Сами раньше занимался спортом, поэтому меня наоборот это привлекало. Давай поговорим про твои топ, наверное, какой-нибудь топ-5 вершин Черногории. Именно Черногории. Давай про Черногорские горы поговорим, которые тебя просто свели с ума, наверное, из-за своей красоты. Начнем с проклетия. Первый основной маршрут, который самый красивый в Черногории, вы на нем тоже были, это... На Волушнице? Волушнице Толянка-Пападе. Блин, красиво там. Что удивительно, 3 часа, и, в принципе, человек с любой физической кондицией может взять эту вершину. Ты знаешь, я видела, туда ходили с грудными детьми в слинги, с собаками поднимались. То есть такой, ну, средней тяжести для новичка. Вторая гора, это переходим на другую сторону, это граница с Албанией и Каранфилем. Это уже технически сложная вершина, 7 километров где-то до этой вершины, постоянный набор высоты, разница высоты где-то полтора километра, и очень красивый вид на албанскую сторону проклетия, на самую высокую точку проклетия Албанских гор, Эмай-Езерсон. А что-нибудь давай подальше от проклетия уйдем? Как это банально бы не звучало, Мертвецу. Мертвецу? Да, это красивая тропа перед маем, где-то в середине апреля, 1 мая. Все зеленое, скалы Маганика, которые видны, ущелья, которые прорубил генерал Черногорский. Но давай сделаем маленькую отметочку. Это мы не ходим по вершине, это просто трекинговая тропа. Которые очень много водопадов, все расцветает. Красота там. Очень классная вегетация. Я бы выделил этот маршрут трекинговый. Четвертое? Четвертое место, переход, Маганик. Потрясающей красоты массив, очень красивые скалы. Там, где самолет разбился, да? Там есть история, где разбился самолет, 40-50 лет назад, по-моему. Бабин Зуб вершина, Маджи-Джи-Вирх вершина. Именно Скоту Напольяне, очень красивый маршрут, но туда я рекомендую идти только с гидом, потому что вдоль скал вам не поможет даже GPS-трек. Там необходимо брать проводника, которые очень хорошо знают маршрут. Ну и давай пятое место в нашем рейтинге. Пятое и шестое можно тогда сделать. Пятое место – парк природы пива. От Стабанских озер до вершины Терновачки-Дурмитор. Тропа так себе по красоте, но когда вы выходите на вершину Терновачки-Дурмитор, перед вами откроется вид на озеро, которое в виде сердца. И на втором плане будет вершина Маклича. Это потрясающий вид, один из лучших видов здесь в регионе. Озеро в виде сердца очень красиво. Стоит заметить, что мы можем со стороны Боснии зайти туда, и намного легче трек. Намного легче. К озеру сердца выходили от Боснии. Верно, в Боснии легче трек. И ты говоришь шестое какое-то место. Шестое место, конечно, Дурмитор стоит выделить. Я бы выделил вершину по красоте, вершину Бандиерна. Ух ты, такое не слышал. Это перед Баботов-Куком вершина находится. Она технически проще, ближе, порядка 4 километров от седла для нее. И с нее открывается очень классный вид на сам Баботов-Кук, на стены Зубцы, массив которой рядом. Саш, ну и любимый вопрос. Вот ты сейчас как раз говорил нам про Стабанские озера, про Пивские горы. Я знаю, ты там встречал медведей на этой тропе, и ты рекомендуешь при этом туристам туда ходить. Расскажи, что делать при встрече с медведями, как ты реагируешь, может, что надо с собой брать, какие-то средства безопасности, ракеты, петарды, что ты делаешь? Ни в коем случае не паниковать и не бояться их. А как надо реагировать? Во-первых, надо реагировать спокойно. Медведю это неинтересно никак. Да? А если он с медвежатками, то точно интересно. Был у нас такой случай при подъеме на вершину Караб, на границе Албании с Македонией, мы увидели медведицу с двумя медвежатами. К сожалению, мы себя не совсем правильно повели. Мы начали очень громко искать фотоаппараты и фотографировать же эту медведицу с медвежатами. Ну да, я вам покажу. Медведица сделала несколько восьмерок вокруг нас, со стороны в сторону, забрала медвежат и убежала. Но я не рекомендую вести себя громко. Вести себя надо очень тихо, спокойно. Ни в коем случае не испугать животных. Животные никогда не будут атаковать группу туристов. Если вы идете группой, вы в полной безопасности. Насколько я тоже читал, рекомендуют использовать спреи. Но лично мне непонятно, как использовать спрей, отпугивать животного, которое одним размахом лапы может сносить деревья. Я рекомендую, моя личная рекомендация, если хотите перестраховаться, использовать фаер. Обычный футбольный фаер. А где его взять? В магазине фан-клуба. Какого фан-клуба? Есть фан-клубы в Подгорице, в будущности, например. Следующее правило. Если вы едете в кемпинг и ставите палатку, ни в коем случае не ставьте с собой еду в палатку. Поставьте ее 50 метров, 30 метров от палатки, где-то в пакет спрячьте или спрячьте ее в машину. Животное может прийти на запах хитр. Это может быть лисица, это может быть медведь. Вы не привлекаете медведя, привлекает запах еды только. Ага, понятно. По моим случаям с медведем, я увидел, что животное испытывает дикий страх от человека. Дикий страх. И при виде человека, зрительном контакте, оно моментально уходит. А если змея ядовитая укусила, ну представим такой случай. Может даже не ядовитая, а ты об этом еще не знаешь. Что делает? Я рекомендую сейчас на Алиэкспресс очень активно продаются такие обрезанные шприцы, которые с помощью вакуума высасывают яд. А чем отличается от обычного шприца? Практически ничем. Более удобной присоской. А, присоской. То есть купить тут в аптеке не подойдет, да? Более удобная присоска. Вы высасываете яд и, не знаю, на 90% вы точно уменьшаете риск для организма, если это сделаете сразу. А я слышала, какие-то сыворотки есть. Не, они помогают? Или нам не продадут как туристам? Я слышал, что есть сыворотки вакцины специальной, но сложность в том, что их надо носить в холодильнике при определенной температуре. И они есть недалеко, даже не в каждой больнице. Их можно купить, но тяжело их носить с собой. Ну да. При нужных условиях. Ну тогда тяжело. А купить шприц на Алиэкспресс за 10 евро, который отсосет сразу яд, не представляю. Намного легче, да. Разница между ядовитой змеей и ужами безобидна. Ядовитая змея практически сразу уходит. В любом случае уходит. Да. А что делает не ядовитая? Не ядовитая. Она немного глуховатая. Она может лежать спокойно. Да? Прикольно. Ну и давай третий страх, наверное, это клещи. Меня постоянно о них спрашивают люди, как только замечают, что я где-то гуляю по лесу. Саша, как ты там ходишь в шортах, футболке, и там же клещи могут быть? Ну, касательно шорт, я, кстати, не сильно рекомендую, если заросли или высокая трава из-за змей ходить, потому что если змея будет, не дай бог, будет кусать, например, она будет кусать до колена. До колена. А если у вас плотные джинсы, змея никак не прокусит ни ботинки, ни плотные джинсы. Да ты что? Да. Прикольно. То есть риск опять, вы уменьшаете риск полностью укуса змеи, имея хорошую обувь и хорошие джинсы. Ну, я тебе скажу, на собственном опыте, я клещей ни разу на себе не ловила. Моя сестра недавно двух клещей с себя сняла, это был район Дурмитора, Березовая роща, и туристы мне писали. Ну, собак снимают это часто, но мне кажется, или это другие клещи? Я не знаю, но имена с туристов я ни разу не слышал. Я знаю, на Фрмации поймали клещей на себе люди, и они пошли в Тивецкую больницу, что-то им там достали, может быть, что-то укололи. Но я знаю, что энцефалитных у нас клещей нет, но есть, которые передают болезнь лайма, если ты слышал. Вот такие есть клещи. Но это редкие случаи, это правда. Поэтому я о них не думаю. Я тоже не думаю. Какая еще есть опасность у нас в горах, лесах? Кроме этих медведь, змея, клещ. Из животных волк, но волк вообще моментально уходит. Можете увидеть только зимой и издали. То есть он не нападает? А лисица не может укусить, нет? Лисица подходит на 10, на 5, на 20 метров. Она кушать просит, я знаю. Просит кушать, да. Миляет хвостом и просит кушать. Короче, больше нет опасностей? Я считаю, что нет. Ну как тебе Никола, Саш? Сходили недавно и мы, и вы. Как впечатления? Очень классный трек, который совмещает с собой прогулку на катере, что добавляет определенные тоже моменты. И очень классная тропа, особенно для зимы, когда ограничен доступ к другим маршрутам тоже. Для меня это как Будванский парк, я бы так его назвала. Да, очень красивый. И очень красивый финиш маршрута, где есть смотровая на скалы этого острова. Правда, есть человек со своим домом там. На маяке, да. Нюанс. Горы – это все-таки небезопасно, и иногда, но бывают случаи смертельные. И ты участвовал в подобной истории в походе, да, когда у тебя друг погиб. Да. И мы знаем про наших и туристов, и эмигрантов, которые падают с гор, умирают. Скажи, как этого или избежать, или как быть к этому готовым? Куда звонить? Что делать? Как эти горные службы спасения работают? Давай поговорим на эту тему. Она очень важна. Это важная тема. В горах погибают люди и будут погибать до тех моментов, пока существуют горы. Ну да. Это действительно небезопасно, и это надо понимать. Почему это случается непосредственно в Черногории? Потому что люди не осознают, куда они идут. Они идут без снаряжения соответствующего, они идут в шлепках, они идут неподготовлены, и они не знают той местности, в которую они идут. Ну да. Чтобы это избежать или нивелировать практически максимально, моя рекомендация, если вы не знаете местности, возьмите себе хотя бы проводника. Это да. Если вас двое-трое человек собрать небольшую компанию, проводник не стоит дорого, проводник в Дульмиторе, насколько я знаю, на Вобода в Кук стоит порядка 100 евро. А где его искать? Как? Здравка Дульмитор, неплохой проводник. Анна, неплохой проводник. Я Горана знаю. Горан, отличный проводник. А если вот они хотят, чтобы он говорил по-русски, к примеру, или там, не знаю, по-китайски? Ну, это проблема, наверное, не туда будет. Им нужен проводник или собеседник. А у этого проводника должна быть лицензия какого-нибудь горного гида? Или такой тут лицензии нет в Черногории? Именно классического горного вида, к сожалению, нет лицензии в Черногории. Это связано с трагическими событиями, гибелью Милана Радовича несколько лет назад. Слышала про Милана, да. Он имел лицензию, которая позволяла ему выдавать лицензии, аттестовывать кандидатов. Сейчас нет такого человека. И лицензии планинарский сабы с ним выдает. Ух ты! Но есть проводник. Проводник – это немного другое, как бы. Проводник очень хорошо знает тропу, и он может безопасно вас провести. А проводником может стать каждый или нет? Проводником? Ну, я думаю, да. А это как-то несет человек эту ответственность потом перед людьми, которых он взял? Или расписку людей пишут? Нет, нет, нет. Проводник я имею в виду с национального парка. А, с национального парка работник все-таки должен быть, да? Он несет ответственность. Он живет в этой местности, и он, как правило, это уже десятки раз он водит по этому маршруту. И пусть у него, допустим, и немного технического опыта, но он очень хорошо знает маршрут, что помогает ему нивелировать другие опасности. А вот, слушай, про телефон, знаешь, 112, да, вроде бы, по которому надо звонить, если с тобой что-то в горах случилось? А если у тебя не работает связь вообще никакая? Или она там все-таки дозвонишься? Как это? Или у тебя телефон только со своей сим-картой? Если не работает связь, искать место, где работает связь. По-другому никак здесь, да. У-у-у. Запомнили, телефон 112. Горная служба ГСС работает весьма неплохо. Ребята с Никшича, с Жабляка. Очень хороший опыт. У них поднимают вертолет военный. А вертолет это бесплатная акция для туриста? Или он потом будет платить за это? В Черногории, насколько я знаю, бесплатно. А почему это бесплатно? Я вот каждый раз вижу, как люди негодуют по этому поводу, что спасатели работают бесплатно. Действительно, в Черногории спасатели работают бесплатно. Это на законодательном уровне еще не отрегулировано. В клубах нет такого понятия, как медицинская страховка, как страховка от несчастных случаев. Например, в той же Австрии и Сербии вы платите годовую страховку, и она покрывает эти расходы. В Черногории пока этого еще нет. Люди не осознают этого риска, и не осознают риска, которому подвергаются спасатели, которые каждый раз идут вытягивать этого парня, который не прочитал никакую информацию, не подготовился, пожалел денег на проводника и в шлепках пошел на медведь. Саш, но еще важно добавить про сезонность. Далеко не везде можно, к примеру, на морском побережье нельзя ходить летом, очень жарко, надо ехать на север. И наоборот, на севере зимой у нас снег, поэтому там лучше ходить летом. Надо об этом тоже писать, про сезонность каждого региона и тропы. Верно, есть очень хороший сайт, Продрагпопович, по-моему. Его сделал, называется Верховье Черногории. И у него по описанию каждого маршрута стоит сезонность, лучше осенью ходить или зимой. Два полноценных года я отходил с клубами. Помнишь тот день или месяц, год, когда ты первый раз с ними сходил в поход? В 2016-2017 год. Несколько лет прошло все-таки? Бегал, потом организовал свой клуб по бадминтону, мы тренировали. Все-таки бадминтон перевез сюда, да? Да, перевез сюда. Мы были первый клуб в Черногории, который это сделал. А сейчас ты бадминтон забросил? Да, бадминтон забросил, мой напарник переехал, и я полностью сейчас практически уделяю время горам. Чем проще с клубом, клуб – это организованный транспорт. А, транспорт. Я на права сдал только в 2019 году. В 2019-м мне было сложнее в этом плане. Это правда. У нас ни в какие природные красоты, тем более в горы, не добраться на общественном транспорте. То есть на автобусе вы только можете в города доехать, а заказывать такси куда-то, честно, это дорого. Нужен внедорожник или свой транспорт, потому что основные отправные точки, они разбросаны. Надо кооперироваться с кем-то. Да. Вот ты затронул тему карт. Давай начнем об этом поподробнее. Давай. Как ты готовишься информационно, вернее, что ты посоветуешь людям? Возможно, это будут разные ресурсы, сайты, приложения, может, бумажные карты. Как готовиться к походам туристу, который завтра приедет, не знает черногорский язык, к примеру? Как готовишься? Я сначала прорабатываю топографическую карту. Это старые военные карты Югославии. Где ты их берешь? Они есть в открытом доступе в интернете, их можно скачать. Я не знала. Это топографическая карта, это первая. По Торам есть отличное приложение Wikiloc. Оно платное. Туда люди выставляют GPS-треки по тем или иным маршрутам. Можно просмотреть эти треки, и, как правило, с тех треков они выставляют фотографии. Дальше, Maps.me.e. Maps.me.e тоже есть тропа, но эта тропа, кроме длины и перепада высоты, мало что дает, тебе она практически ничего не дает. Но как бы просмотреть, это довольно удобное приложение, если это основная тропа, чтобы использовать его. Дальше, FatMap. Есть классное приложение, которое платное, стоит 30 евро в год, но оно дает тебе 3D-карту. 3D-карту, и ты можешь перенести себя вот в эту точку, вот точка вершины, например, и покрутить с разных сторон 3D, какой угол, какой перепад. И еще, также, если это какой-то сложный маршрут, на который мало кто ходит, я нахожу людей, которые были на этом маршруте, и стараюсь получить от них какую-то информацию. Черногорцы некоторые не делятся информацией? Я бы сказал, большинство черногорцев, к сожалению, не делятся информацией. А почему? Ну, существует, наверное, какая-то гордыня, не знаю, в этом плане. Хорошо, а за деньги, если ты ему предложишь? Нет, деньги я не предлагал, это моя принципиальная позиция. А вот эти приложения платные, ты их покупаешь? Приложения платные, FatMap, платные приложения, да, покупаю, 30 евро в год оно стоит. И 10 евро, а Wikilog стоит приложение в год. О, недорого 10 евро. Да. Но оно очень удобное, тебя интересует определенный маршрут, ты выбиваешь название вершины маршрута, каньоны, реки, и тебе с этой точки показывают GPS-треки людей, которые были на этом маршруте. Ты оцениваешь их, смотришь, схожи они, не схожи, смотришь фотографии разные, это очень помогает. Прикольно. Но ты же ходишь не только в Черногории, а еще по соседству, да? Расскажи об этом. Как отличается подготовка к тем вершинам, к примеру, в Албании или в Македонии? Ну, кардинально. Кардинально отличается подготовка к вершинам в Албании, потому что Албания – это, наверное, последняя неизведанная территория в Европе. Ну, это же интересно. Тут нет маркаций, тут практически нет. Маркировку, да, здесь никогда ты не увидишь в Албании практически. Троп тоже практически нет. Есть некоторые люди, которые прошли эти маршруты и выставили GPS-треки, но это опять ограниченная очень информация. И довольно ограниченный доступ к топографическим картам тоже. А если пастуха там взять за деньги, они же знают все эти тропы горные? Нет, не знают они. Они знают, как подойти к какой-то горе, но они никогда не интересовали целью взять эту вершину, да. А, вот тем не менее. Но тем не менее, в Албании произошли изменения, и за последние два года, то, что я вижу, в Албании созданы очень много классных горных клубов, уклон которых непосредственно на альпинизм. На мой взгляд, Албания очень красива. Офигенно. Массив проклетия, Албанские Альпы, он не зря так называют. У них и водопад там шикарный, я помню. И водопады очень красивые. Есть три отправные точки на проклетие, которые можно выделить. Это Гребая со стороны Черногории, на албанскую сторону можно выйти. Долина Тет и Долина Волбона. Это очень-очень красиво. Саш, ты знаешь, что я такой походник, немножко гедонист. Мы все время с собой носим еду, какие-то напитки. Что носишь из еды ты? И что ты посоветуешь людям? Что ношу я? Тут не получится интересного ответа, я с собой ничего не ношу. Как ничего? На всякий случай у меня шоколадный батончик с люкозой. Но это все-таки еда. На всякий случай, который, как правило, я не ем. Мне легче без еды. Это физически тяжелые вершины. Ну это особенность организма такая. После похода, да, наступает момент, когда надо компенсировать. Что же ешь кусок такого мяса и картошки? Хочется мяса из-под сачи или что-то такого жирного после этих тяжелых подходов. Это, конечно, тянет. Людям я рекомендую, во-первых, обязательно мы берем с собой 2-3 литра воды. Это все берем обязательно, потому что обезвоживание в горах очень опасная вещь. Особенно летом. Не везде на маршруте есть источники с водой. 2-3 литра воды – это тот минимум, который в любом случае вы обязаны с собой брать. Я знаю, что ты плохо относишься к алкоголю в горах. В горах особенно я плохо отношусь к алкоголю, особенно летом. Дает нагрузку на сердце и увеличивает пульс. Ну вот, к примеру, завтра я попрошусь с тобой в поход. Скажу, Саш, ну возьми меня с собой, возьму баночку пива, а ты меня выгонишь. Ну, смотря какой маршрут будет. Какое пиво, я думаю, смотришь? Если мы пойдем с тобой 25 километров с набором 1,5 километра, я буду смотреть, что… Я 25, нет, Саш, это… Нет, если это поход 5-7 километров, человек хорошо чувствует свои силы, то почему бы нет? Я рекомендую легкую еду брать. Не рекомендую брать сало, не рекомендую брать, как черногорцы, печеницу, пуршут, сыр. Ты говори так, чтобы все поняли. Копченое мясо не надо. Копченое мясо, да, не рекомендую. Там большое-большое количество хлеба, да. Потом очень тяжело и в подъемы идти, и лишняя нагрузка на организм. Саш, спасибо тебе большое за интервью. Была масса полезной информации даже для меня, для вас так тем более. Надеюсь, увидимся где-нибудь в горах. И очень надеюсь, что наконец-то в этом году искупаешься в море. Посмотрим. Давай, пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok